Почему мужчина заставляет женщину работать? Многие женщины жалуются, что мужчины перевелись, мужчины хотят 50 на 50, особенно европейцы, американцы. Наши мужчины не готовы работать, либо живут за женский счет. А может быть, если она пойдет на работу, может быть, тогда она там будет уставать, да хоть мозги мне меньше будет выносить. И у мужчины травма, и он теперь видит мир и всех женщин через эту травму. Ему кажется, что женщинам нужны только деньги. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я магистр психологии. И в этом видео мы будем разбирать частую причину. Многие женщины жалуются, что мужчины перевелись, мужчины хотят 50 на 50, особенно европейцы, американцы. Наши мужчины не готовы работать, либо живут за женский счет. Почему так происходит? И поэтому, прежде чем перейти к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Первая причина – это мужчина из такой семьи, это его реальность, в которой он вырос и в которой он живет, и он не знает, как по-другому. И он убежден, что можно только так и никак иначе. И женщина выбрала такого мужчину, и раньше ее это вообще не тревожило. И она вообще это не считала важным. А уже потом, когда столкнулась с негативными последствиями, она уже такая, ой, как это так оказалось? И более того, я часто вижу, что женщины, которые попадают в такие отношения, они поначалу прям гордятся своей силой, своей самостоятельностью и умением зарабатывать достаточное количество денег. Это не значит, что нужно не уметь или стыдиться этого. Но когда я выпендриваюсь, или когда женщина прям этим гордится, прямо рассказывает о своих достижениях, на свидании, о том, что у нее квартира, машина и так далее, конечно же, это создает определенный контекст отношений. И я добавлю, это не значит, что если мужчина вырос в таком, это не значит, что это нельзя изменить. Это не значит, что эти мужчины точно не меняются. У наших выпускниц немало историй, даже с иностранцами, итальянцами, американцами, которые в этом выросли, и все их друзья говорят, что должно быть 50 на 50. Когда женщина женственная, прокачанная, как она влияет своим состоянием на поведение мужчины. И я знаю таких немало историй наших выпускниц. Значит ли это, что любого мужчину можно изменить? Конечно же. Вторая причина, это когда поначалу мужчина вроде был и не против, что женщина не работала. Он был вообще даже за то, чтобы обеспечивать женщину. Но потом он почему-то резко поменял свое мнение. Почему-то потом он резко говорит, «Все, иди работай, все, иди, начинай работать». По моему опыту, по моим наблюдениям, причина в чем, что женщина, которая не работала, и у нее была возможность заниматься любимым делом, развиваться, увлекаться, идти в развитие, она не ценила это пространство возможностей, и она эти возможности потребительски использовала. Глазами мужчины это выглядело так, что она не ценит, что я для нее делаю. И она не просто не ценит, она еще может умудряться выносить мозги при этом. Скучать, почему ты мне не пишешь, почему ты мне не звонишь. Или же когда мужчина работает, приходит уставший с работы, а ему покушать не сделали. И женщина выглядит непонятно как. И мужчина думает, «Слушай, ну у тебя столько времени, я тебя обеспечиваю. Ты можешь как-то хотя бы встречать меня в хорошем настроении, хорошо выглядеть, чтобы закрывать мои потребности, когда я пришел уставший после работы, там с бизнеса, пришел уставший, когда у меня стрессы». И когда мужчина, по сути, отдает для женщины, но не получает закрытие своих потребностей, у него в голове возникает такая штука, «А смысл?» «Ну а смысл?» «Если от этого еще хуже?» «А может быть, если она пойдет на работу, может быть, тогда она там будет уставать, да хоть мозги мне меньше будет выносить?» И поймите, пожалуйста, что обычно мужчина, это я вам объясняю, что у него в голове происходит. Он не может разложить свое мышление вот так, по полочкам, потому что он специалист в своей сфере. Это я вам, как психолог, магистр психологии, объясняю, что, как, почему происходит. А мужчина мыслит как? «Ну, что-то как-то тяжело, да пусть идет работа». Вот он поверхностно мыслит. А ценность этих видео, ценность моего обучения, то, что вы начинаете видеть мир не плоским, не с одной стороны, а в разрезе 360 градусов. Кстати, в описании под этим видео есть ссылка на инстаграм-разбор, с девушкой по подобной тематике. Про девушку с ребенком, которая общалась с мужчиной, который ее обеспечивал, а она это не ценила. Поэтому после того, как вы досмотрите это видео на YouTube, переходите в мой инстаграм, посмотрите этот разбор для комплексного понимания этой темы, и также, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм. Третья причина, это, знаете, некий раненый мужчина, можно сказать, травмированный мужчина, у которого есть негативный опыт. В результате негативного опыта у человека травма. То есть, например, он обеспечивал женщину, у него были отношения, он для девушки делал многое, там, дарил подарки, может быть, даже обеспечивал, ну, делал все, что мог в его силах, в рамках его, там, уровня обеспеченности. И женщина его использовала, по его мнению, она его не ценила, не благодарила, может быть, даже изменила ему, можно сказать, общее слово, предательство, она его предала. И у мужчины травма, и он теперь видит мир и всех женщин через эту травму. Ему кажется, что женщинам нужны только деньги. И здесь есть женщины, которые делают ошибку, она думает, а, я поняла, он травмирован, а я не такая, я некорыстная, я ему сейчас докажу, что мне ничего не надо, мне нужен только он, мне не нужны его подарки, мне не нужны его деньги, я его люблю как человека, и вообще я готова там работать, приносить деньги в семью. В целом, это неплохое, наверное, намерение, просто вы поймите, что если вы выступаете в роли обслуживающей персоны травмы другого человека, то вы должны понимать, что он вас выбрал не как женщину, а как обслуживателя травмы. И да, поначалу, может быть, все хорошо, но рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вы устали, вам надоело доказывать ему что-то, обслуживать его травму, потому что, знаете, такое ощущение, что это что-то бездонное, что сколько воды или ресурсов вы не заливаете, а оно такое ощущение, что проваливается. И в итоге вы чувствуете себя, что обмануты кто? Вы. Кстати, если вы сталкивались с такими ситуациями, а я уверен, что многие женщины сталкивались с подобным, поделитесь в комментариях. Как вести себя женщине с травмированным мужчиной? Себе четко ответить, я кто? Я женщина? Либо я кто? Либо я обслуживательница травмы. Если вы мыслите, действуете и ведете себя с позиции спасательницы, травмированного мальчика, то, конечно, вам будет хотеться спасать, залечивать раны и быть такой всей хорошей. Если вы с позиции здоровой женщины, вы что? Вы с этим мужчиной будете говорить адекватно, на равных говорить, смотри, ты мне нравишься как мужчина, но я понимаю, что у тебя есть определенный негативный опыт, я тебя как мужчину понимаю, при этом мне кажется, что гармоничные отношения это когда вот так и услышать мнение мужчины на этот счет. То есть дать понять мужчине спокойно, без наездов, без претензий, без обучений, что ой, слушай, у тебя проблема, тебе нужно полечиться, иди туда лечись. Вот это большая ошибка. То есть просто нужно здесь озвучить свою позицию и смотреть, насколько готов человек услышать тоже вашу позицию и быть, ну, в более, так сказать, здоровых взаимоотношениях. Расскажите, пожалуйста, в комментариях о ваших случаях, с которыми вы сталкивались, какие вы причины встречали в вашей жизни, почему мужчина так мыслит, либо, возможно, ваши знакомые. Мне будет интересно это учесть для будущих видео и понимать, что в вашей жизни также происходило. Именно поэтому я за то, чтобы заранее понимать, с какими мужчинами вы общаетесь. Не просто опираться только лишь на эмоции. Поймите, пожалуйста, влюбиться можно в разных людей, у которых абсолютно неодинаковые ценности с вашими. Поэтому, если вы не в отношениях, если вы еще не замужем, пожалуйста, пытайтесь определять ценности и мышления мужчины заранее, уже на первых свиданиях. Если вы уже в отношениях, где мужчина вас заставляет либо заставляет работать, тогда есть отдельное видео на эту тему, что же делать женщине, если муж или мужчина резко отправляет ее на работу, либо резко заставляет ее работать. И в этом видео я дал некие инструкции, как же можно действовать, как говорить и как реагировать с мужчиной, как вести диалог в такой ситуации. Если вам важно разобраться, как же определить, какой мужчина перед вами. Если вам важно разобраться, как же менять ситуацию, когда вы уже оказались в ситуации 50 на 50, либо вы обеспечиваете мужчину мужа, либо мужчины притягиваются слабые. Что нужно делать с собой, чтобы взрослеть собственную самооценку, собственную уверенность? Как сделать так, чтобы мужчина обеспечивал, но при этом не зависеть от мужчины, не быть его содержанкой или быть, знаете, таким человеком, который, если мужчину убрать, то все, будет конец света. Как привлекать достойных мужчин, сделать правильный выбор, как перезагрузить непонятные отношения, как создавать по-настоящему счастливые отношения. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатные вебинары. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите, пожалуйста, комментарии, вопросы к будущим видео. Возможно, в следующий раз мы разберем именно ваш вопрос.